По совести Белкина Я гражданин Белкин, мечтаю жить в мире, где люди помогают друг другу добровольно и бескорыстно, и Белкам тоже У нас в гостях организатор частной летней библиотеки, литературный дворик Ксюшина «Сказка» Ксения Шмелева Ксения, приветствую вас Здравствуйте Здравствуйте, Ксения, Ксюшина «Сказка» Как красиво звучит, а? Вот это размах! Собственная библиотека, да? Да, собственная библиотека А вы читать любите, Ксения? Конечно А почему, например, библиотека, а не кафе-мороженое какое-нибудь? Ну, у меня мама библиотека, и я ей помогала долгое время с 10 лет Сейчас мне 14, и я на день рождения попросила собственную библиотеку Вот это да, а какие у вас книги? Большинство сказок? Да, большинство сказки, но и взрослые книги тоже есть, есть более православная литература, духовная А где это чудесный читальный дворик находится? В деревне Мамоново в Ленинском районе Ух ты, а белкам туда можно проходить? Тоже можно Вот я с семьей приню, Татьяна, а вы? Я, наверное, к вам присоединюсь, к вашей семье тоже Конечно, присоединюсь, почитаем, почитаем Мне будет очень интересно почитать какую-нибудь сказку Ваш проект стал победителем конкурса Российской государственной библиотеки для молодежи номинации «Лучший личный опыт культурного волонтерства в библиотеке» С чего все-таки начиналось? И вы сами подавали себя вот на эту номинацию? На эту номинацию, да, я подавала себя сама, ну, мама давала советы, но да, сама Начиналось все, ну, я же уже сказала, что попросила на день рождения, просто решила проверить себя Ну, это большая ответственность, как вы справляетесь? Потихоньку, слежу за порядком Вам только мама помогает или еще кто? Еще помогает папа именно вот в организации, до этого помогали брат и сестра в постройке Что из себя представляет библиотека? Библиотека из себя представляет... Все-таки еще приставка такая есть летняя Летняя, ну, это небольшой домик из поликарбоната, там всегда светло летом и тепло То есть, а зимой можно туда прийти? Нет, зимой она закрыта, так как я учусь и не оборудованного А, а книги вы, наверное, куда-нибудь прячете или как? Книги, да, убираются в дом, так как это наш домашний фонд, большая часть Понятно, понятно А я вот тоже мечтаю о лесной библиотеке Домик такой какой-нибудь или в дупле читать Сколько уже проекту в общей сложности? Вот от того, как вот захотелось, и папа с мамой реализовали вот такое желание на день рождения Работает он три месяца, получается, три летних месяца, а в постройке получают четыре Скажите, это у вас такая большая библиотека, а где вы книги брали? Большая часть книг это домашний фонд, еще нам подарили из монастыря, подарки читателей тоже были А домашний фонд вы копили, копили, да, или как вам приносили, или вы покупали? Домашний фонд, это копили, это старые книги А, переходили от наследства к наследству Да Вот это здорово Дом-то насколько вот большой и дорого стоило поставить этот дом? Ну, не настолько... Поликарбонат в любом случае уже нужно тоже купить, потратить Это были вложения родителей? Да, это было только на домашние, на семейные деньги Но не такой большой, получается, три на два, наверное Ну, я думаю, следующую библиотеку откроется деревянную Ну, дорогой С брусом Точно не знаю, но довольно-таки Не знаю, если будет возможность, мы будем ее увеличивать и улучшать Надо деревянную открывать, я так думаю Не обязательно деревянную, там может быть какие-то технологии усовершенствованные, утепление планируется А зачем технологии? Дерево это хорошо, я знаю, ведь я в дупле живу, тепло, смотря какое дерево Планируется как-то утепляться? Утепление, если будет возможность, то да Сколько уже всего вот книг? Около 700, это посчитано самим читателям А какие основные все-таки книги? Вот пользуются популярностью, кто приходит, основной посетитель библиотеки? Основной посетитель это дети У меня, я вот вела же кружки небольшие, вот у нас вся начальная школа, от самых младших и начальная школа вся Так что в основном детские, но и родители тоже берут книги, так что А в самой вот деревне Мамунова не было до этого библиотеки? Вот раз такая была мечта, да, вот любишь книги, любишь читать В Мамунова не было, и я в детстве не ходила в библиотеку, только позже, когда мама уже начала работать в библиотеке И до ближайшей вот до маминой библиотеки около двух километров, то есть у нас многодетные семьи живут и не дойти У вас, наверное, уже все знают, да? Ну, более-менее Куда пройти, стрелки есть, там указатели? Стрелки нет, но адрес большинство стараемся распространять Посетителей, вот сколько всего вообще сложности? Членские билеты как читательские даете? У нас не читательские билеты, но у нас я веду как бы формуляр читателей, ведется, записывается все Книги возвращаются? Возвращаются Сколько всего вот посетителей? Посетителей, наверное, около 40 человек, не так много, около 30-40 человек В основном это все-таки школьники? В основном дети, да А проводите вы какие-нибудь игры там? Да, я все лето вела несколько программ, это было занятие рисованием, творческие занятия Перед каждым занятием мы читали, так как большинство детей пришло к нам, но они не знали сказок То есть вы, наверное, сказки рассказываете? Ну, от самых маленьких и известных А какие? Ну, какие самые известные сейчас сказки? Первая наша сказка была «Колобок» А потом «Красная шапочка», наверное? А потом «Пробелку» какую-нибудь «Пробелку» было, да Сказки Пушкина читаете? Пушкина? Нет, мы еще не начинали с детьми читать Пушкина, так как я понимаю, что они не высадят А некоторые мы читали, вот про воздушный шарик мы читали сказки У меня книги, которые подарили нам матушка Очень хорошие были детские книги, мы их читаем Ну, можно их еще разыгрывать, например Разыгрывать книги? Ставить спектакль, да Да, у нас начинался кукольный театр, я собираю это продолжать Вот, это хорошо, хорошая идея Приглашайте меня, я помогу Когда приходят, если кто-то вот младшего возраста, это получается читаете, да, просто? Ну да, мы, а мы каждое занятие читаем Мы читали Сколько по времени читаете? Минут 10-15, наверное, от занятия Иногда разбивали А вы, наверное, в школе учитесь, или? Я, да, я восьмой класс Ну, успеваете вы? Ну, я же только работаю летом, так как успеваю, поэтому А, в каникулы? Да, в каникулы, потому что во время учебы я просто не буду успевать То есть все каникулы уходят именно в библиотеку, да? Ну да Все-таки вот сейчас же есть возможность воспользоваться и онлайн-книгой Почему больше идут в библиотеку? За общением Большинство детей все-таки им нужно общаться, социализация А не хватает вот еще в школе? Еще приду, почитаю, все-таки хотят приходить? Ну, их в основном приводят, первый раз их приводят родители Кто-то приходит, так как он живет рядом Но в основном позже приходят, потому что узнают Потому что им станет интересно со мной общаться Так как я младшего возраста Это иногда располагает детей ко мне Так как легче общаться из-за меньшего различия в возрасте Сама любишь читать А почему вы вообще решила еще и других-то привлечь? Ну, потому что я сейчас понимаю, что большинство проблем в том, что не читают Я это вижу на своих одноклассниках, на более младших сверстниках Не читают, что не читают? Школьную программу уже читают? Ну, школьная программа — это обязательное А что должны вот читать, на твой взгляд? У тебя 14 лет Вот что в свои 14 лет? Вот сейчас, не знаю, может быть, топ-3 какой-то можешь назвать? Твоё вот сейчас, да Сложно сказать, потому что я-то читаю в основном всё Но, на мой взгляд, человек должен читать то, что ему интересно Вот, к примеру, отец мой, он читает больше пропаданцев в разные меры Ему это более интересно Это же фэнтези такое Ну да Любить фантастику, ну? Брат тоже больше по фэнтези Я тоже, ну я вообще всё читаю Я люблю и сказки детские Потому что от них можно спокойно расслабиться Что ты из современных авторов читаешь? Как вот, если, допустим, кто-то попросит Скажет, а вот что-то там новое вышло Вот я хочу тоже вот получить что-то Ну, смотря какой возраст Отслеживаете? Я стараюсь, да, пытаюсь Ну, смотря какой возраст попросят Так как, ну, если мой, то я смогу спокойно посоветовать То есть спрос сейчас на любые книги, да? Ну да А ищите людей, там, может быть, спонсоров Которые будут приобретать эти книги Я помню, когда выходила трилогия о Гарри Поттере Казалось бы, книга детская Ну, безусловно, был ажиотаж и среди взрослых людей Когда там первая прям вот буквально Вот партия поступала в книжный Там люди шли У меня коллеги тоже взрослые люди Там шеф-редактор, которому на тот момент Там было глубоко за 50 Он ехал там, вставал с ночи И покупал этого нового Гарри Поттера Это всё-таки стоит тоже Ну, достаточно больших денег Планируете привлекать? Пока не знаю, не задумывалась на эту тему Как раньше сдавали макулатуру И получали какие-нибудь книги новые Нет, может быть, просто привлекать людей Которые оплатят эти новые книги Не обязательно собирать-то им макулатуру Было бы место для этих книг новых, опять же Ну, вот поэтому его надо расширяться А сейчас уже всё, полочки все заняты Ну, понятно А как храните книги? Вот это на полках где-то Стеллажи папа сделал Так как получалось, там большие балки Мы между балок прикрепили полки Чтобы не занимали место стеллажи Потому что у нас очень маленькая библиотека Ну, вот к вам приходят люди, волонтёры Помогать вам? Да, волонтёры приходят из Мильковской библиотеки Я сама там волонтёрствую И ребята приходят иногда ко мне помогать И мы просто устраиваем с ними посиделки Чем волонтёры библиотеки занимаются? Они помогали мне подготавливать кукольный театр Это вот часто Просто обсуждать что-то Опять же, идеи подавали Какие сейчас такие самые революционные, современные Для того, чтобы привлечь Тех, кто не читает библиотеку Создать 3D-библиотеку Нет, они мне тоже подсказывали на тему театра Какой можно поставить из того, что у нас уже есть Что можно доделать То есть все вместе режиссёры? Ну да Планируешь же в будущем что-то связывать Свою профессию с драматургией? Нет, я в будущем собираюсь на библиотекаре На библиотекаре? Куда будешь поступать? Колледж культуры, скорее всего Либо после 11-го в институт И в будущем планируешь работать где? Тоже создавать, расширять свой собственный проект? Привлекать тех же спонсоров? Или это будет трудоустройство? Не знаю, в главной нашей библиотеке страны Скорее всего, это будет трудоустройство в какой-либо библиотеке Я даже буду не против, если меня назначат туда после мамы Или второй ставкой к маме А семейный такой подряд? Почему нет? Меня там дети уже знают, все дети знают И легко будет с ними общаться Скажите, а вы какие-нибудь поделки делаете? Продаете что-нибудь интересное? Сувениры какие-нибудь? Нет, мы с этого не задумывались, не продаем ничего Но вообще я занимаюсь творчеством Сделать что-то, да, своими руками? Да, декупаж и кукол делала как-то одно время Это для собственного театра? Нет, куклы у нас планшетные, я рисую Я очень люблю рисовать То есть вы на столе играете, да? Нет, почему? У нас есть волшебный сундук А, из сундука достаете? Да, я его открываю, и крышка работает как сцена Меня за сундуком не видно, так как он стоит на столе А куклы выходят над сундуком А, замечательно Волонтеров много сейчас Все-таки год волонтера пока еще не закончился Два месяца осталось до Нового года Уже все ждем праздников длинных Будут замечательные выходные Можно будет провести их кругу у своей семьи И все-таки год волонтера стало больше Тех же волонтеров, которые приходят в библиотеки Нет, ко мне приходили только ребята из Мильковской библиотеки А мы там уже не первый год работаем Общаетесь, может быть, при помощи социальных сетей Каких-то там мессенджеров Тоже вот со своими коллегами Молодыми волонтерами из других библиотек Нет, не было такого Нет, такие группы не создаете? Никакие? Не общалась еще, да Ну, у вас может стать любой человек волонтером Ну, а почему нет? Если было бы желание По совести Белкина Давайте напомним, что в эфире Радио 1 Актуальное папет-шоу по совести Белкина С вами ведущий Татьяна Исакова Мы коллега-сведущий гражданин Белкин У нас в гостях организатор частной летней библиотеки Литературный дворик Ксюшина Сказка Ксения Шмелева По совести Белкина Все-таки название такое красивое Ксюшина-сказка Сказка-то в чем заключается? То, что любой человек может сделать добро Или сказка это вот как антураж Все-таки вот любишь сказки Потому что В обеих частях, наверное Потому что и наш домик похож на сказочный Так как он светлый, он украшен Но и да, потому что каждый может сделать добро при желании Который разрисован, да? Под стиль такой? Нет, он не разрисован У нас есть... Как помните в сказках открывается Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Да Вороты Нет, у нас баннеры есть Да, баннер, который еще у мамы был И он более сказочный такой антураж передает Плюс У нас во дворе есть домик Баба-яги? Нет, не баба-яги Маленький такой Похож на гноме А живет у нас там ежик игрушечный Ох ты, ежик Можно и настоящих, наверное, запустить Живой уголок Нет, зачем живой уголок? Они и так у нас живут в деревне Ну, замечательно Живая деревня Это надо осторожнее Они бешеного переносят У нас вроде пока все хорошие Бешеный ежик представил Да не, бешеный, наверное, у нас жизнь такой А так они хорошие ежики Очень хорошие Можно с ними сказки сделать Библиотека потом откроется уже летом следующим, да? Да, ну, в конце мая она откроется То есть сейчас запечатано? Сейчас, да, все закрыто А вот сама библиотека как-то в онлайн Будете, планируете ее выводить? Может быть, сайт там собственно делать? Нет, группа ВКонтакте Насчет сайта пока не планирую Но я стараюсь выставлять сейчас в группу книги, которые у меня есть Сейчас все в электронном виде Да, и эти книги можно будет попросить в Мильковской библиотеке заранее И тогда можно будет их получить Много подписчиков? Не помню, но довольно-таки много, да Около ста человек, наверное Ну, это для начала неплохо Для начала, думаю, неплохо Кто основные подписчики? Вот кто интересуется, получается, библиотеками? В группе в основном у меня взрослые люди, видно родители А пожилые приходят? У нас рядом не живут, но да, бабушка приводит Бабушки иногда приводят своих внучек А, приводят внучек, да? Замечательно А сами берут что-нибудь читать? Бабушки нет Бабушки у нас не брали книги У нас брала мать У нас есть многодетная семья Из пяти, кажется, мальчишек у них Пять мальчишек Вот от самых маленьких и до моего возраста Или даже старше меня, 16 лет И она брала вот духовные книги Ну это замечательно, что библиотеки у нас сейчас развиваются Это хорошо Какие-то проекты вы планируете организовывать ближе к Новому году? Понятно, что библиотека летняя, безусловно, домик не позволяет Но какие-то проекты вы же все равно общаетесь У вас общие интересы У меня сейчас раз в некоторое время выездное мероприятие в Мильковской библиотеке Я прихожу к ребятам с театром и показываю им сказку, мы читаем А я думала, вы с книгами прямо выезжаете? Берете все книги и поехали? Нет, со всеми книгами не выйдешь, их слишком много А представляете, так же взять все книги и поехать, а? Сделать какой-нибудь фургончик, расписную сказку А электронная книга есть? Не просила никогда электронную книгу? У нас есть семья электронная книга Но я в основном читаю на телефоне Мне удобнее все-таки И все-таки вот если выбор идет между электронной книгой и бумажной Бумажная А почему бумажная? Все-таки электронная это проще Ты закачал в любой момент Она всегда с тобой Она небольшая Она у тебя находится там в телефоне или в планшете Электронная, да, это все-таки хорошо Но я как ребенок, который с детства читает бумажные книги Я к ним привыкла Мне нравится их держать в руках Как они выглядят Картинки в них опять же Что сейчас читаешь? Сейчас ближе к фэнтези Наталья Ясминская мне сейчас очень понравился Вот этот автор, я его читаю А что у нее? Заклинатель единорогов Это более подростковая книга, но очень интересная Вот есть какое-то желание Вот о чем прочитала Может быть какую-то рецензию Может быть эта книга какой-то победитель Какого-то крупного литературного конкурса Вот ты хочешь прочитать Но она у тебя где-то вот все время из рук скользает Люди же гурманы стоящие Книголюбы Они вот ищут эти книги И как раз хотят именно приобрести, чтобы книжные Раньше на развалах брали Нет Книжных У меня на самом деле у меня сейчас дома стоит стопка Из, наверное, 10-14 книг Которые я хочу прочитать Некоторые из них уже даже немного начаты И это совсем разные книги Там есть духовная, там фэнтези Там есть Говард Филипп Славкрафт Думаю, вы знаете этого автора Ну это основоположник, да Ужастика, жанр ужастиков Я даже в свое время увлекалась И прочитала несколько у него книг Они экранизированы, все знают Да, это классика уже А я не по экранизациям их узнала Нет, ну я тоже читала изначально Нет, я их узнала из настольных игр Да? Мы с ребятами играем в настольные игры А с начала? Именно по мотивам Лавкрафта? Лавкрафт? Нет, у нас нет таких читателей, кто этим заинтересован Точнее, есть две девочки Мы с ними играли вот у нас в библиотеке По мотивам Лавкрафта, да, есть настольные игры Ну вот я далека от игр настольных Я открывала для себя в первую часть Начала с книги, да Но там тоже достаточно страшно Все-таки ужастики в приоритете, да, получается Ну, смотря у кого А из классики, вот что? Сейчас мы знаем, что уже последняя трилогия вышла Замечательно собрала просто очень много и денег Сделала кассу Экранизировали своего рода тоже такой апгрейд с фэнтези Вот гоголевской, по гоголевским мотивам была Вот что-то из классики читать Но это, безусловно, это тоже был такой фэнтези Авторы там на свое усмотрение разыграли всю эту историю Классику я средней, но я больше по таким, как Жюль Верн Остров сокровищ Вот я по таким книгам больше тогда, приключенческие Значит, вы имеете в виду школьную, да? Ну, почему? Ну, что-то из нашей там русской классики, я не знаю Любят же люди Гоголя Я вот тоже любила в детстве Гоголя А кто это, Гоголь? Моголь, Гоголь, Моголь Да, Гоголь, Моголь я люблю, да, вкусно очень Школьную я все-таки средней, я ее в основном читаю в школе наперед просто Потому что больше стараюсь читать то, что мне интересно, то, что я нахожу Как учителя, вот кто ведет литературу тоже, к удачи не относятся? То, что я читаю, или о том, что литературный проект? О литературном проекте, да Они не знают Как? Так получилось, что я еще не рассказала никому в школе почти Ну, это будет сюрприз А как же они заходят в группу твою дичьевую? А у нас учитель по... Чем вы заманиваетесь-то? У нас учитель по литературе, она довольно взрослая женщина А учитель не всегда взрослые люди? Нет, ее нету ВКонтакте, как бы, более пожилая, наверное, сказать, да Просто же можно было еще с учителем посоветоваться, там, а вот как, там, что? Понятно, что мама профессиональная, да, библиотеки А что вы делаете после школы? Ну, как-то нет Надо себя рекламировать Не задает вопрос таких? Продвигать в массы, надо свой проект расширять Это же полезное дело Не, ну, другие учителя, вот, учитель информатики меня видела, там, да, что я делаю А одноклассники как к этому относятся? Никто не выказывал желания, давай вот мы тоже придем и поможем Одноклассница хотела приехать, но у нее не было возможности, она все лето уехала в Калугу Потому что обычно вот такие дела, они ее объединяют, особенно летом А сейчас вот как-то обсуждают уже будущее, вот что там предстоит? Мои одноклассники этим не очень интересуются, все-таки у них другие интересы Но вот сама продумываю Спорт, наверное, какой-нибудь, спорт У мальчишек спорт, да А само волонтерство интересно? Волонтерство, да, мне интересно, я все время в Мильковской библиотеке работаю волонтером Тоже привлечь своих одноклассников к волонтерству не думала? Не обязательно связанные с библиотеками Вы же очень много там организовываете какие-то выезды, привлекаете какие-то представления Можно делать концерты, опять же, петь можно Чем больше соберется народу, тем интереснее веселье Народные песни, разные же есть Ну просто моя школа, она довольно далеко от Я учусь в Москве, я живу как бы в Подмосковье, поэтому мне сложно их скоперировать Ну да, это еще расстояние Надо чем-нибудь заинтересовать именно таким Расстояние получается Их довольно шлоу Погласите какую-нибудь звезду, пускай книгу почитает эта звезда Я про себя Белкин он всегда, да, вот видите, продвигает себя, вот молодец Вот это правильно, вот берите это на заметку, это я вам Хорошо, возьму на заметку Следующий же год будет годом театра Ну опять же, кстати, да Планируете тоже вот что-то обыграть, раз уж так любите театр Попытаемся обыграть Так как мои читатели немного подрастут, может будем вместе с ними делать кукольный театр Кукольный театр, что больше экранизируете? Войну и мир давайте, а? Нет, сказки Почему нам не замахнуться на войну и мир, а? Ее сначала нужно прочитать Красиво? А что прочитать? Интересно, можно прочитать А вы не прочитали еще? Нет Что, не хватает усидчивости? Да, наверное, все-таки не хватит пока что Чуть постарше, пожалуйста Просто войну и мир надо читать в определенном возрасте, когда ты уже понимаешь Я помню, когда я читала в школе вот эти тексты французские, я просто их перелистывала, потом этот перевод тоже перелистывала Думаю, боже мой, вообще какой ужас Но зато когда читала я уже университета, это уже совершенно другое восприятие Ну это да Конечно Каждая книга всему своему времени, да? Я в основном так что экранизирую сказки, потому что все-таки аудитория это дети А какие сказки-то все-таки? Ну вот вы назвали вначале Наши в основном, да А какие? Ну вот что сейчас? Самые короткие детские сказки я беру пока что, потому что большие не высидят Так что это колобок у нас был опять же Вложения большие, сделать колобка-то тоже денег стоит Он папа с мамой сколько денег потратили? Курочка-ряба Нет, мы все-таки, у меня планшетные куклы Я их рисую, как бы распечатала Репка, такая быстрая сказочка Репку, кстати, еще не делала, у нас была курочка-ряба Сделайте, сделайте Можно туда и белку подключить, тянут-потянут, вытянуть не может, позвали В конце не мышку, а белку Почему бы и нет? Похоже, да? И вытянули репку Вот интересно же, интересно Приглашайте, я вам сострябаю какой-нибудь спектакль И все-таки финальной точкой в год волонтера что будет? Будет какой-то вот такой вот финал красивый? Пока нет, не получается Но загрязь не получилось Может быть в маминой библиотеке? В маминой библиотеке? Какой-то вот такой вот, чтобы красиво проводить год волонтера Не знаю пока что И встретить красивый даже год театра То есть накрыть на стол Ух, проходи, год волонтера Какое-то может быть такое мероприятие Есть совместный проект с мамой? Ну вот я сейчас говорю, что у нас в Мильковской библиотеке Сейчас проходит от всех вот нашей группы волонтеров Кто-то ведет какую-то программу То есть раз в несколько... Каждую неделю по субботам То есть кто-то придумывает и приносит и вы делаете, да? Не, ну почему нет? Мы уже сами придумали у кого-ка на какую тематику программы А, и раз дали эту тематику Какую тематику выбрала? У меня вот моя Ксюшна сказка Сказки Ой, ну прям сказка То есть вы все со сказками Да Не, ну это прекрасно, когда вот что-то придумать себе, да Уйти, есть возможность уйти в какой-то другой сказочный вид Да, и там и остаться, да? А если бы какие-то сверхсилы могла себе придумать, вот что бы взяла? Это довольно все-таки сложно, наверное, вопрос Волшебную палочку? Ну, банально Не, ну это все-таки предмет, а я имею в виду силу какую-то сверхсебе, саму способность Сверхсебе Добрая волшебница Ну вот Фея Творить вообще чудеса и добро, да, пожалуйста, получите Но в 12 тыква превратится... Ну давайте вот без этих 12 в полночь уже и так все спать лягут Без разницы встанешь Просыпаешься, а ты карета Нет, а потом все, новый день, и ты снова у тебя перед твоим подъездом парадным стоит карета Ксюша, спасибо Итак, в эфире актуального Папет-шоу «По совести Белкина» была организатор частной летней библиотеки «Литературный дворик» Ксюшина сказка Ксения Шмелева Для вас работали ведущие Татьяна Исакова, мы коллега-соведущий гражданин Белкин Спасибо, Татьяна Читайте больше и верьте в сказки Я еще раз убедился, что все начинается с семьи, правильно? То есть семьи с большой буквы Я говорю вам, главное, чтобы все было у нас по совести По совести Белкина Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!